Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Миронов Владимир, я обозреватель портала Финверсия. Сегодня я вам расскажу о том, что происходит в сфере инвестиций на рынке недвижимости. Начнем с того, что инвестор возвращается на рынок. Это связано с тем, что цены начали расти постепенно. В 2018 году для инвесторов были очень хорошие условия. Было очень большое количество предложений на рынок в границах Старой Москвы. Даже не в центральных районах вышло более 160 новых проектов, новых объектов, мы говорим о корпусах. И было очень много вариантов для того, чтобы выбрать подходящий вариант. Выбрать подходящий вариант в данном случае – это ключевые слова для инвестора. То есть вообще специалисты советуют, что когда вы покупаете жилье для инвестиций, нужно покупать его как для себя. Думать про то, какая будет транспортная доступность, насколько жилье качественно построено. В общем, все нюансы нужно учитывать, потому что тогда вы сможете использовать ту или инвестиционную стратегию. А их в основных две – это перепродажи на пике цен или сдача в аренду. Значит, несколько слов о рынке. Рынок в недвижимости потихоньку восстанавливается, на нем происходит оживление, растут цены и спрос. Если мы говорим о ценах, то по разным оценкам, по наиболее консервативным оценкам авторитетного довольно-таки портала, и район.ру, они выросли на 3,5%. По оценкам Яндекс.Недвижимость цены в Москве выросли на 12%. Почему мы говорим о Москве? Потому что это наиболее развитый рынок недвижимости, наиболее показательный регион для инвесторов. Хотя, конечно же, во всех городах есть свои нюансы, поскольку рынок в разных местах, в разных локациях по-разному себя доведет. Практически во всех городах-миллионниках в прошлом году отмечен рост, и даже не только в городах-миллионниках, но в 49 крупных городах из 56, которые оценивал портал ЦАН. Теперь, скажем, о спросе. Спрос тоже вырос. На первичном рынке было в прошлом году зарегистрировано около 80 тысяч договоров долевого участия, что в полтора раза больше в 2017 году, и в два раза больше, чем в 2016, в три с половиной раза больше, чем в 2015. То есть, наглядно на цифрах можно увидеть, что жилье начинает пользоваться большей популярностью, то, соответственно, это поле для деятельности инвестиционной. На вторичном рынке спрос тоже вырос на 27%, а цены на 7%. Первая стратегия – это купить квартиру на этапе котлована и продать ее более выгодно на этапе близкой к завершению строительства. Специалисты советуют выходить из проекта где-то за два месяца до завершения стройки, когда еще можно получить налоговые преимущества. Теперь и вторая стратегия – сдача жилья в аренду. С точки зрения арендной стратегии, наибольшей популярностью пользуются небольшие квартиры, однокомнатные, студии. Почему? Потому что их легче сдавать сегодня у людей, не очень много денег, доходы населения падают, поэтому люди выбирают наиболее бюджетные варианты. И это удобно и для арендатора, это большая гарантия для владельца квартиры, что она быстрее сдастся в аренду. Примерно при такой стратегии можно получить 10-12% годовых, с учетом… Цены на аренду, кстати, тоже стали расти, и спрос расти на аренду в московском регионе. Если вы рассчитываете на долгосрочную перспективу, то стоит задуматься и о том, чтобы покупать более масштабные квартиры. Почему? Потому что в современных комплексах строится примерно 15% трехкомнатных квартир, четырехкомнатных. То есть в дальнейшем на такие квартиры может возникнуть дефицит, мы все-таки будем надеяться, что придут лучшие времена, и может возникнуть спрос со стороны семейных арендаторов, и вы тогда сможете получить большую выгоду при сдаче трех-четырехкомнатных квартир, которых на рынке будет мало. Стоит еще задуматься о том, чтобы для целей сдачи в аренду приобрести не квартиру, а апартаменты, которые примерно на 15-20% дешевле, и вот для сдачи в аренду именно апартаменты могут подходить в большей степени. Для того, чтобы зайти на рынок инвестиций в недвижимость, нужно иметь примерно 5 миллионов рублей. Это средняя цена квартиры в границах Старой Москвы, где можно найти спрос как для перепродажи, так и для сдачи в аренду. Если говорить о стратегии, которая предполагает сдачу квартиры в аренду, то сейчас все становится намного легче в связи с вступлением в силу закона о самозанятых. Там предполагается, что при оформлении себя в статусе самозанятого, квартирный рантье может уплачивать процент налог в размере 4%, и таким образом эксперты предполагают, что рынок станет более прозрачным, более легальным и выйдет из тени. Доходность, на которую могут рассчитывать инвесторы при перепродаже квартиры, составляет примерно от 10 до 30% годовых, а в удачных, в особо удачных случаях, может достигнуть и 50%. Это зависит от выбора объекта, как мы уже говорили. Здесь основная добавочная стоимость создается за счет приближения объекта к стадии завершения. Другая модель инвестирования, это когда жилье не перепродается, а приобретается для сдачи в аренду. В среднем такая стратегия может приносить от 8 до 20% годовых, но при этом следует учитывать, что, чтобы выйти на окупаемость, должно пройти примерно 8-10 лет. Дорогие друзья, если информация, которую вы сегодня узнали оказалась вам полезной, интересной, то ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok